Всем привет! В этом видео мне хотелось бы поделиться одной историей, которая тянется уже много лет в моей педагогической практике. Я уже больше 13 лет работаю с детьми и в какой-то момент я получил вопрос, который слышал уже много-много раз. Вопрос был такой. Откуда же у меня берется терпение, когда я работаю с такими вот непростыми детьми? С детьми, с которыми родителям непросто, с которыми сложно бабушкам, дедушкам. А вот они приводят родители ко мне таких детей, и у меня, по мнению родителей, откуда-то берется терпение с ними работать. Так вот я хочу с вами поделиться тем, что никакого терпения тут нет. Я не терплю таких детей, я не терплю какое-то нестандартное поведение на уроке. Я абсолютно не терплю их выходок и их непоседливость, я тоже не терплю. Для меня такой ребенок, это, знаете, как для ученого что-то новое, что нужно исследовать. Я смотрю на такого ребенка в хорошем смысле, как, знаете, на инопланетянина, который прилетел на эту планету. И он необычный, ему все ново, он понятия не имеет, как тут все существует. Ему нужно объяснить, ему нужно помочь как-то адаптироваться в этом мире. И вот в этом и состоит моя работа. Вот такой угол зрения одной маме недавно, которая задала мне в очередной раз этот вопрос, как я справляюсь с такими детьми, откуда у меня терпение, этой маме немножко помог мой ответ. И поэтому я это видео записываю, чтобы, возможно, и вам это как-то поможет по-другому взглянуть на своего ребенка. Бывает такая ситуация, что вы в темноте подошли к какой-то двери, и у вас несколько ключей в руках, и вы подбираете необходимый ключ. Вы не видите замочную скважину, не совсем понимаете, какой ключ сейчас вы используете, и вы подбираете, 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 раз, подобрали ключ, и дверь открылась. Вот такой вот подбор ключей фактически происходит на уроках касательно любого ребенка. Потому что, подобрав, что называется, нужный ключик, вы получаете доверие, вы получаете принятие, и вы становитесь действительно поистине значимым взрослым для ребенка, и можете тогда ему много дать, когда вот этот, что называется, ключик подобран. Такое ощущение, что это такой какой-то особый канал, по которому можно очень эффективно взаимодействовать с ребенком. А если вы не нащупали этот канал, если вы не подобрали ключик, то ваше взаимодействие не очень можно назвать эффективным. Оно есть, оно какое-то, но вот как раз там и может появиться то, что называется терпение. Потому что надо терпеть, надо представлять, что ребенок, он же маленький, он же растет, и надо проявлять некую снисходительность, и тут есть место терпению. А когда вы рассматриваете своего ребенка как того, кому надо подобрать ключик, кому надо подобрать вот этот вот свой канал общения, когда ребенка надо изучить, чтобы понять его особые потребности, чтобы начать с ним эффективно, интересно взаимодействовать, чтобы и вам было это интересно. Потому что мне очень важно, чтобы им это было интересно мне. Вот такой подход, он несколько иного уровня. Не лучше, не хуже, но просто это другой уровень. Это такой уровень, когда ты действительно чувствуешь какую-то глубину, когда ты проникаешь действительно туда, где происходят большие свершения. Я по себе замечаю, что иногда мне встречаются бабушки и дедушки, и встречаются родители, у которых уже ребенок не первый, которого они ко мне приводят. Или бывает, что ребенок, когда родители его завели в достаточно уж таком взрослом возрасте, таких детей еще называют поздний ребенок, потому что родителям, например, уже там за 40, и у них родился малыш. И вот иногда среди таких родителей, ну да и среди молодых, что уж там, встречаются такие люди, которые могут вот как-то так, с какой-то такой мудростью житейской смотреть на своего ребенка. Не сильно с ним сливаясь, а немножко так вот отстраненно на него смотреть, рассматривать его, как будто бы он в хорошем смысле для этой ситуации, да, не их ребенок. Они вот так смотрят на него, и они его рассматривают. И вот так же точно делаю я, поэтому в моей работе места терпению вот в таком ракурсе особо нет. Поэтому сложные дети, подвижные дети, у меня всегда эти дети запоминаются, вот именно такие сложные, активные мальчики, вот эти, с которыми иногда мамы не знают, что делать, и испытывают большие трудности. Они остаются в памяти, они запоминаются, потому что с ними происходит такой достаточно богатый, такой и длительный вот этот процесс, что называется подбора ключика, после которого происходит то самое качественное взаимодействие, и потом я слышу слова благодарности, когда ребенок идет в школу, и там себя реализует, и это маме есть с чем сравнить. Она помнит, как все было, она помнит свои переживания, и потом она видит, как это все происходит, и ей, конечно, приятно, она испытывает благодарность и делится этим со мной, когда мы видимся. Вот такой вот историей мне хотелось с вами поделиться. Надеюсь, вам что-то полезное для себя нашли, и, как всегда, буду благодарен за любые комментарии. Все, спасибо вам за просмотр. До связи.